Все для жителей, все для комфорта. В Шадринске продолжается реализация проектов по программе формирования комфортной городской среды. Один из них это Экопарк Гагаринский. На его реализацию было выделено 10,5 миллионов рублей. Он находится в границах улицы Гагарина, переулка Элеваторного, улиц Карла Липнихта и Ефремова. Отметим, что работы здесь были запланированы в два этапа. В прошлом году была оборудована площадка для выгула собак со всем необходимым для этого инвентарем. Любители животных уже по достоинству оценили данное место и с удовольствием проводят время со своими питомцами. Очень радостно, что для пешеходов и для тех людей, которые занимаются скандинавской ходьбой и вообще спортом, бор стал намного уютнее и красивее, чем был раньше. И надеюсь, что вечером будет светло в бору. Соответственно, людям, особенно пожилым и детям, будет не так страшно ходить, как было раньше. В данное время ведутся работы по второму этапу благоустройства парка. Появляются очертания пешеходных дорожек, а во многих местах они уже полностью готовы. По проекту выбран экологичный вариант, без асфальта и тротуарной плитки. Использование гравия уже зарекомендовало себя. Так выполнены дорожки в городском саду. Для велосипедистов и родителей с коляской сохранены и обычные тропинки, которые также оборудованы освещением. Сейчас работы уже на 75-80% уже выполнены. В ближайшие, наверное, уже 2-3 недели объект будет полностью закончен. Для наших горожан, для прогулок, на свежем воздухе будет благоустроен полностью. Уже установлено современное освещение в планах расширения количества спортивных тренажеров. Неравнодушные жители призывают граждан содержать парк в чистоте и не оставлять за собой мусор. Очень красивый становится сейчас вот этот парк. И есть возможности для того, чтобы его содержать в этой чистоте и красоте. Но, тем не менее, у нас некоторые жители нашего города, наверное, по старинке, пытаются жить, как они жили раньше. И прикармливать птичек, собачек бездомных, кошечек. Несмотря на то, что мусорный бак стоит в уходах, в парк, постоянно остатки еды лежат на входе. То есть, если дальше это будет продолжаться, конечно, экопарк не будет таким красивым, как задумывалось. Хотелось все-таки, чтобы немножечко люди думали, прежде чем делают. И относительно площадки, это все-таки у нас такой провоцирующий момент. Если будут собираться бездомные животные, мимо которых будут ходить владельцы с собаками постоянно, то это повод для конфликтов между животными. Второй крупный проект – спортивно-игровой комплекс в поселке Осеево. Напомним, что ранее он был выбран жителями города в ходе голосования за объекты благоустройства. В рамках первого этапа была оборудована детская площадка, установлены спортивные тренажеры, ограждение и освещение. Появилась большая площадка со сценой для проведения общественных мероприятий для жителей микрорайона. Мы приезжаем к бабушке в гости и на велосипедах приезжаем сюда и весело проводим время. В основном, когда мы вечером ездим, тогда много людей приходит. Очень рады, что появилась у нас такая современная площадка, детей ходит очень у нас много, особенно вот вечером собираются, когда солнышко не жаркое. Детки приходят все радостные, играют, общаются. Самое главное, что они общаются друг с другом. Как рассказал глава города, в этом году было выделено еще почти 22 миллиона рублей. Подрядчиками завершено строительство теннисного корта, волейбольной и баскетбольной площадки с современным покрытием. Уже завезен необходимый материал для футбольного поля. Стартовали работы. Отметим, что оно будет с искусственным покрытием. Очень рады, что появится футбольное поле современное. Много деток приходят с мячиками, им играть негде. Появится, они будут играть именно на этой площадке. Детки также подрастают, все играют с мячиками. Интересно им, очень интересно играть. Общаются, также развиваются. Контракт у нас, конечно, рассчитан до 1 октября, выполнение всех работ. Подрядчик работает в графике, даже с опережением, что мы постараемся закончить его раньше. Думаю, что до 1 сентября мы должны все эти работы закончить. Преображается и пространство перед Шадринским государственным университетом. Будет отремонтирована дорога, тротуар и проведена перепланировка, результатом которой станет современная и комфортная зона со скамьями и освещением. Инициативу преобразить участок по улице Карла Липнихта в сквер предложил во время недавнего визита в Шадринск губернатор области Вадим Шумков. Работы незамедлительно начались. И это не единственное новое общественное пространство, которое получит Шадринск до конца года. Зоны отдыха со скамьями и дополнительным освещением появятся у женской консультации по Карла Липнихта 23 и вдоль домов номер 25 и 27 по улице Комсомольской. Парк со световыми качелями разобьют у детской стоматологии по улице Ленина. Современный вид обретет и существующий сквер имени Якова Рубанов-Хлызова. Улицу Свердлова этой осенью украсит двухметровая бронзовая скульптура. Это будет собирательный образ шадринского купца.